19 октября от последней капли отчаяния и безысходности Путин объявил так называемое военное положение на временно оккупированных территориях Украины. Как всегда мы расскажем не просто новости, а коптем поглубже. Разберемся в настоящих причинах происходящего. Спойлер, главная причина это Херсон. Объясню, что будет дальше и в том числе с Херсоном и с плотиной, которая всех беспокоит. Причем чисто случайно, готовясь к выпуску, а это целая ночь без сна, мы обнаружили просто безумно невероятную ложь россиян. То, что они лгут постоянно меня это не удивляет, но иногда масштабность и топорность, я бы даже сказал невероятная тупость, поражают. Я думаю, когда это услышит даже самый зомбирный россиянин, то он поймет, что тут что-то нечистое. Но не будем забегать вперед. Давайте по порядку. Меня зовут Семен, канал Мегашо ТВ. Начинаем. Зачем Путин ввел так называемое военное положение? Тут, я думаю, нет смысла объяснять, что с юридической стороны это все не имеет никакого значения, потому что вся эта территория принадлежит Украине. В мире ни одна цивилизованная страна не признала ни так называемые ЛДНР, неприступные и сфальсифицированные референдумы, организованные Москвой. Даже Иран, который продает России дроны в стиле «Нас там нет» или Китай, который сейчас является крупным торговым стратегическим партнером России, говорят, что правильно, они выступают за территориальную целостность Украины в границах 1991 года. А это значит, что у России нет прав ничего там водить или кем-то командовать. У Путина на горизонте потери украденного им города Херсон. Для России это будет тяжелейший моральный, информационный и политический удар, который заставит сомневаться даже самых яростных поклонников преступного режима. Ведь Путин и военное командование поступают настолько глупо и топорно, что их собственные военкоры и патриоты находятся в полном недоумении. Путин объявил военное положение для того, чтобы легализовать в глазах россиян мародерство и воровство. Ведь по законам РФ при военном положении они могут изымать у населения все имущество – автомобили, квартиры, технику, деньги. В общем, все, что якобы нужно на защиту якобы родины. Также этим моментом он подготавливает почву для того, чтобы ввести военное положение по всей территории России. И если что, то пугаться этого украинцам точно не стоит. А вот для россиян это будет еще больше закручивания гаек и ограничения свобод. Ведь военное положение вводят те страны, которые сами напали, только когда уже полная задница по всем фронтам. А вообще забавно получается вводить за военное положение, но за то, что на России войну называют войной, можно склопотать срок. Ой, господи, ну что же все-таки там за дебилизм? Что это изменит на фронте? Самый короткий раздел этого видео. И если одним словом, то ни-че-го. Даже тот момент, что на временно оккупированных территориях Украины Путин собирается собрать территориальную оборону, стратегически будет играть только на руку Украине. Жители Украины в основной своей массе не хотят жить в России. Они знают, что такое русский мир на самом деле и яро выступают против. Чего только стоят бесстрашные митинги против вооруженных военных на временно оккупированных территориях. И если их привлекут в так называемую терраборону и дадут оружие, то это оружие с большой вероятностью будет направлено на оккупанта в определенный момент, чтобы выгнать его с украинской земли. То есть ленд-лист со стороны России этим решением может только увеличиться. Что будет по факту? К сожалению, ничего хорошего. Кражи, мародерство, похищение людей, массовые убийства, изнасилования и так сильно распространены на временно оккупированных территориях. Зверства россиян просто поражают. Но теперь этого может быть больше. Потому что когда путинские солдаты совершали ранее все эти преступления, они все равно делали это с оглядкой. Потому что они понимали, что нарушают закон. Как юридический, так и моральный. Но теперь, по сути, путин легализовал преступления, согласно законодатель СРФ. Другими словами, ты можешь забирать все, что хочешь. Мол, на нужды армии. Также можно спокойно запретить передвижение и возможность выезда. Особенно это касается мужчин. Да что там, можно просто всех погнать на принудительную работу. И тут, к сожалению, я думаю, что россияне будут заставлять работать до изнеможения. Кроме того, можно прослушать все телефоны и арестовывать всех, кто как-то выражает несогласие. В общем, будет сложно. Но долго это не продлится. Так как украинская армия и народ делают все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим людям. Эх, теперь даже нормальное слово «освободить» использовать не хочется. Так как россияне своей тупой пропагандой испоганили его смысл. По факту, сейчас многое будет решаться в Херсоне, где происходит депортация украинского народа. И где россияне запугивают взорвать плотину, спихивая все на Украину. И сейчас мы с вами разберем, о чем это я. Может ли Украина подорвать плотину? Этот раздел специально для зазомбированных людей России. Потом для тех, кто из других стран и хочет разобраться в ситуации. А также для тех, кто поддался влиянию российской пропаганды. Украина даже если и очень захочет, а она если что не хочет, то не сможет подорвать плотину Каховской ГЭС. И для того, чтобы объяснить, почему это невозможно, мы чуть-чуть окунемся в историю и даже похвалим Советский Союз. Несмотря на все ужасы и преступления СССР, в Советском Союзе хорошо умели строить крупные военные и гражданские объекты. Особенно в разгар холодной войны. Каховская ГЭС была построена в середине 50-х годов. И при ее проектировке и строительстве закладывали различные сценарии развития событий. В том числе и ракетно-бомбовые удары, и падение самолета на сооружение и тому подобное. Даже взять тот же Антоновский мост. Сколько его хаймарсами не гасили, хоть по нем больше и не проехать, но стоит же. Пролеты не рухнули. Все потому, что делали с огромным запасом прочности. На века. Соответственно, авиацией, ракетами взорвать плотин технически невозможно. Для того, чтобы ее подорвать, нужны десятки тонн взрывчатки, которые как-то нужно доставить к плотине. Она находится под контролем оккупантов. И просто так туда проникнуть невозможно. Но это только техническая невозможность данного сценария. А есть еще и стратегическая и моральная составляющая. Стратегически для Украины нет никакого военного интереса в подрыве плотины. Это не даст никакого преимущества на поле боя. А наоборот, мега сильно усложнит продвижение по этому направлению. А вообще, всем понятно, что освобождение Херсона – это вопрос лишь времени. И потом, в случае разрушения плотины, сумма на восстановление будет колоссальная. Зачем своими руками создавать дополнительные сложности? К тому же, украинская армия не обстреливает украинские города. Мы действуем по совершенно другим протоколам, освобождая свои земли. Может ли Россия подорвать плотину? Если говорить про технические моменты, то легко. Тем более, что взрывных материалов у нее хватает. А плотина под полным контролем РФ. Тем более, что в Каховском водохранилище, где электростанция, есть маленький участок моста. И россияне затопили там несколько вагонов со щебенкой, якобы для перевозки грузов. Но мы ведь все понимаем, что там может быть и взрывчатка. Если мы говорим о моральных аспектах, то тут еще легче, чем с технической стороны. Россия неоднократно доказывала, что ей все равно на людей. Неважно, это мирные украинцы или даже преступные российские военные. Человеческая жизнь для РФ не имеет никакого значения. Тактически Россия может подорвать плотину. Но стратегически от этого РФ получит большие проблемы. Потому что при ее подрыве затопит только территорию, на которой сейчас находится российская армия с техникой и солдатами. К тому же, станет очень большой вопрос о водоснабжении Крыма. По сути, Крым останется без питьевой воды. Но все мы знаем, кто и как управляет российской армией. Совсем недавно назначили командующим так называемой спецоперации генерала Суровикина. И я вам скажу сразу, он меня реально впечатлил. Я после просмотра его выступления реально сидел пару минут в шоке. Я просто не мог поверить в такой идиотизм. Не поленитесь, найдите в сети, все смотреть не стоит. Можно просто посмотреть секунд 10 и вы поймете, о чем я говорю. Сидит дядя такой, все время смотрит куда-то в сторону, скорее всего в монитор. И читает, причем достаточно плохо и под нос написанный кем-то текст. И это их главный генерал на сегодня. Тот, кто должен типа вдохновлять народ и мотивировать. Но по итогу это не для него. Ведь вместо того, чтобы воровать, как все в армии России, ему приходится подставляться и не слабо, потому что провалы ему не простят. Ведь если он потеряет Херсон, его снимут с должности. Да еще и виноватым могут сделать. И поэтому очень маленькая, но есть вероятность, что в тот момент, когда Суровикин поймет, что он теряет Херсон, он может отдать приказ подорвать дамбу. И тот факт, что под удар может попасть целый областной центр, куча гражданских и военных с обеих сторон, его не интересует. Но почему РФ все-таки не будет подрывать плотину? Знаете, что я вам скажу? Слушая внимательно Путина, его пропагандистов или военных, и то, как они лгут, можно понять, что и как они будут делать дальше. Особенно по жестким нестыковкам. Сейчас будет эпик фейл. Это просто нечто. Итак, смотрите, он очень внимательно. У нас есть задача, где нужно применить определенные условия. Первое. Российские преступники, которые называют себя властью, утверждают, что Украина готовит провокацию, а именно подрыв плотины. Фиксируем это. Второе. Так как они изображают из себя защитников и освободителей, они заявляют, что организовывают так называемую эвакуацию людей с правого берега Херсона на левый, чтобы люди не пострадали от затопления, которое, по их словам, собирается организовать Украина. Собирают пару сотен человек, делают пафосную картинку, что спасает людей от взрыва плотины. Этот факт мы тоже фиксируем. Все вроде бы хорошо. Обман должен сработать, если бы не одно маленькое, ну совсем малюсенькое но. Это вот эта карта. Или тысячи других карт, которые показывают высоту над уровнем моря. Чисто случайно я решил посмотреть для себя, какую часть потенциально может затопить подрыв плотины. Для этого я открыл сервис Google Земля, который показывает в том числе и высоту над уровнем моря. И первым делом я посмотрел высоту в месте, где Каховская ГЭС. Оказалось, там 14 метров. А потом я прошелся по городу Херсон. И как оказалось, почти весь правый берег находится достаточно высоко над уровнем моря. 30-40 метров. Кроме, например, Корабельного района. А вот левый берег находится на порядок ниже. Примерно 4 метра над уровнем моря. Внимание, вопрос. Куда вода течет? Вверх или вниз? У россиян, походу, она течет в гору. Если кто не понял, то россияне выселяют людей под предлогом защиты от затопления из мест, которые физически не могут быть затоплены. В места, которые точно будут затоплены. Как вам такой поворот событий, а? Даже если пойти путем попроще и посмотреть старую довоенную памятку, что делать людям в случае подрыва плотины, то мы увидим, что все эвакуированные пункты находятся на правом берегу. Из этого следует вывод, что россияне не планируют ничего подрывать. Ведь больше всего Путин и его команда боятся российского народа, который когда-нибудь все-таки проснется и поймет, что их жестко обманули. Основная составляющая пропаганды это, что россияне такие вот доблестные рыцари, которые помогают и освобождают. А тут с такими ляпами обман не прокатит. Скорее всего, оккупационные преступники сознательно нагнетают панику, чтобы заставить местное население уехать. И все это для массовой депортации, как во времена СССР, в отдаленные и депрессивные районы РФ. Все это выглядит как серьезный информационный вброс. Это истерика и создание картинки для Рос-ТВ. Нужно понимать, что российскому политическому режиму нужна эта картинка больше всего, иначе все посыпется. И вот эти сообщения о том, что украинская армия собирается взорвать плотину, рассчитаны именно на то, чтобы создать пропагандистскую показуху или использовать потом вывезенных людей как живой щит. И если все-таки террористы решатся на подрыв дамбы, все это сильно усложнит продвижение украинских войск. Но не остановит. Расплата настигнет каждого россиянина. Каждая слеза и капля крови украинского народа будет оплачена. Слава Украине!